описание молитвы до того как человек начнет совершать молитву он должен выполнить все условия является сунной молиться перед преградой должен встать так чтобы ноги были на уровне твоего тела смотреть надо всегда на то место куда ты будешь делать с учет начинаешь делать так мир не храм поднимаешь кисти на уровне плечей или же ушей потом ложишь правую руку на левую или же берешь хватаешь на своей груди является желательно говорить два стиха после этого произносите аду говорит бисмилля читает полностью суропать говорит амин после суры фатиха желательным является после чтения суры фатиха прочитать ее что-то из курана потом говори слова аллаху акбар поднимай руки и совершает поясной поклон спина должна быть на одном уровне с головой не на нет не надо сгибать свои руки говорит субхана раби ал-азим желательно является говорить это больше одного раза как это пришло от пророка саллах салям как допустим говорить шейх упомянул те дуа которые говорил пророк саллаху алейхи вассалям находись по есть находясь поясном поклоне потом когда поднимается с поясного поклона говорит слова сами аллаху лиман хамидов чтобы закончить до того когда он станет при этом поднимая руки после того как уже встанет говори слова потом говори слова аллаху акбар и падает ниц пальцы ног должны быть на земле локти не должны быть на земле то есть вот так вот их ложить на землю нельзя и точно так же нельзя поднимать ноги или ставить одну на другую и и точно так же не надо вот так вот сжиматься должен говорить судьи свое желательно является говорить то что пришло от пророка саллаху алейхи вассалям из тех слов который он говорил судьи потом говорит аллаху акбар и садится во всех своих молитвах должен свои ноги ставить вот таким вот образом исключением является то молитва то молитвы в которой больше чем один таша ход то есть больше двух ракатов то в последнем таша будет он сидит в такой вот позе это называется тарабу является запретным сидеть таким вот образом если человек сидит между садится то есть после поднятия с первого судью зато говорит слова робберферли потом совершает второй земной поклон потом встает если во втором ракате он совершит второй судью то садится сидится садится для того чтобы прочитать то шагут считая слова то я туда и до конца если молитва состоит из трех или четырех ракатов то прочитав то шагут он встает говорит слова лава как поднимая руки и совершает 3 4 ракат после того как совершает 3 4 ракат садится для то шагута и сайт аслим делает только головой некоторые люди поднимают таким образом голову или же вертит руками поднимают руки когда дает или же плечи поворачивает во время когда заканчивает молитву после пятикратных обязательных молитв он говорит те зикры которые пришли от пророк ассалава вау алисалямe